Это, конечно, мне не нравится. Вот она, самая редкая гривна. Очень маленький тираж у нее. А на следующий день после посещения барахолки мы поехали в антикварный магазин в Одессе. Здесь очень много всего можно посмотреть и прикупить. Если тема антиквариата, монет, инвестиционных и юбилейных вам интересна, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Итак, ну вот этот магазинчик, хобби. Давайте зайдем, глянем, что же там внутри. Я вижу тут огромное количество разных старинных чашек, фарфора, посуды, монет юбилейных. На самом деле моя тема больше обиходные монеты Украины. Ну и юбилейные монеты тоже интересны. Вот видите, там даже есть одна какая-то гривна необычная. Ну, давайте посмотрим, какие у них есть юбилейные монеты. Может быть что-то редкое. То, чего у меня нет, я могу положить к себе в коллекцию. Коллекционер альбом для юбилейки. У меня еще его не покупал себе. Как вам по качеству? Это я купил его как-то просто. Здесь андрохма есть. Дрохма, это первая монета, которую я покупал в вашем магазине здесь. А сколько стоит сейчас такая? 300 гривен. 300 гривен. А можно альбомчик представить? Может быть, конкретно эта монета у меня есть? Может быть, что-то я возьму из этого? Альбом по Украине только тут, как минимум. Короче, много. Разные тома. Ну, на самом деле, вот так юбилейные монеты Украины в альбоме коллекционер смотрятся довольно круто. Так как ячейки подходят под монеты, оно все закрыто вот этим пластиковой защитой. Но я как для себя выбрал монеты, выпущенные уже после 2004 года. Они выпускались. Каждая монета в капсулах. Ее можно было купить в банке. Я из этих капсул монетки не достаю. Потому что если доставать монеты, укладывать их в такой альбом, все-таки это не родная упаковка. И я не храню в подобном альбоме данные монетки. Это мы увидели третий том альбома. А вот так выглядит первый том. На самом деле, довольно прикольно. Я бы, наверное, сам вкладывал так юбилейные монеты. Тем более, они выходили в мешках и не всегда их сразу добавляли в капсулу. И вполне нормально хранить вот в таком альбоме. Здесь мы видим самые-самые первые 95-х годов. Еще карбованцы, когда у нас были. И потом обычные монетки наши. Тут, конечно, есть очень малотиражные и дорогие монеты. На самом деле, обращайте внимание, конечно же, на тираж юбилейной монеты. Потому что те монеты, которые самые ранние в первых и маленьких тиражах, они, конечно, продолжают расти в цене. Но только в отличнейшем состоянии. По состояниям я рассказал на своем канале. Есть у меня отдельный ролик, как определить состояние монеты. Ну, конечно, желательно, чтобы они были вообще в пруфе. Чтобы они были не в обороте, не были uncirculated. Ну и вот еще тематика мне нравится. То есть, например, флора и фауна. Довольно интересная тема. Особенно ранние монеты. Но очень-очень сложно найти их в достойном состоянии. К сожалению, те монетки, которые продаются везде, очень в плохом состоянии. На каких-то барахолках, на каких-то даже в клубах коллекционеров стараются избавиться от плохих монет. И хорошую монету можно найти только по договоренности. Либо можно купить ее на Виолете, предварительно посмотрев состояние и попросив все-все-все дополнительные фотографии. Я рекомендую эту площадку для покупки юбилейных монет Украины. Ребят, заходите на Виолете в раздел юбилейных монет Украины. Обязательно смотрите, какое состояние монеты. Пишите вопросы в комментариях к лотам, чтобы вам добавляли фото с разных сторон. Помните, что состояние монеты это очень-очень важно. И лучше лишний раз спросить фотографию, чем потом доказывать, что вы не видели фото, у вас ничего не увеличилось. Спросите, подстрахуйте себя. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Переходите. И давайте перейдем к раритету в этом магазине. Поехали. Ну вот она, самая редкая гривна. Очень маленький тираж у нее. Деревянная. 26-й. Гляньте, какой рельеф. Просто невероятно. А кто делает это, не знаете? Такие прям сувениры. Пользуйтесь спросом. В основном люди берут эти вот. Или так себе. Как и как-то. Все потихоньку берут. Но не так, как выпущено 5 лет назад. Во-первых, интернет. Во-вторых, онлайн. В-третьих, магазин при Назбанке. Так что... То есть уже вот эти монеты так сложнее продать, да? Чем... Ну, чем было раньше. Раньше был только Назбанк и все. А сейчас, кроме уполномоченных банков, кроме Назбанка, еще 5 банков. Имеют право продажи. Кроме того, я же говорю, онлайн. Кроме того, магазин сейчас. Магазин онлайн. Как вы услышали мнение человека с большим опытом по продаже юбилейных и не только юбилейных монет. Действительно, конкуренция растет. Поэтому выбирайте тематику ваших монет, если вы хотите на этом зарабатывать очень-очень аккуратно. И делайте классные предложения своим покупателям. Об этом я больше рассказываю, как заработать на монетах на втором канале Монетамания. Ссылочка на него будет в описании. Обязательно подпишитесь. Кстати, в последнее время появилось огромное количество разных жетонов, которые продаются и на площадке Виолити, и в других магазинах. Здесь также есть подобные покупки. На самом деле, они подходят на подарок людям, которые не так тесно связаны с нумизматикой, коллекционированием, как мы. Давайте посмотрим такие жетоны. Что можно на подарок покупать тем, кто не коллекционирует монеты? А вот что-то чисто сувенирное. Это, конечно, природа, флора, фауна. Я рекомендую монеты Украины с этой тематикой брать, потому что они интересные, они тематику продолжают. Тиражи есть не очень большие. И, конечно, это всегда красиво. Плюс можно продать людям, которые не занимаются монетами, а просто как на память себе что-то красивое. Вот эта каска, которую нам предлагали на Старконке за 600 гривен в таком убитом состоянии. Постоянно посмотрите, какая ржавчина. Ну, в очень плохом состоянии. Давайте посмотрим, сколько она стоит в этом магазине. 350 гривен. Инвестиционные гривны серебряные. Конечно, их надо покупать не по одной штуке желательно, а чтобы у вас был в запасе серебро и на курсе, собственно, серебра и зарабатывается. Но у нас классно, что выходят по годам разные. Но единственный момент, что дизайн-то у них одинаковый. Вот это, конечно, мне не нравится, что сделали по ней что-то красивое. Это было бы, конечно, себе покруче. Вот мне они визуально очень нравятся. Высокий рельеф, унция, 1300. В таких магазинах мне очень нравится, что можно подержать в руках или посмотреть более детально. Вот такие изделия. В данном случае это графин. Очень красивый. И в серебре он сделан. Единственный минус таких покупок, то что они в магазинах очень дорого стоят, довольно прилично. Конечно, лучше бы такую поискать на барахолке. Потому что антикварные магазины, собственно, зарабатывают на том, что они продают или перепродают. А на барахолке возможно купить по себестоимости, по весу серебра, плюс по весу металла. Поэтому бывает выгоднее. Но в любом случае важно всегда знать цену того, что вы покупаете. Это монета, это серебро, это что-то другое. Вы должны ориентироваться в рынке. Но об этом я более подробно рассказываю на втором канале Монетамания. Там именно то, как можно зарабатывать на монетах. Я думаю, будем добавлять туда немножко и антиквариата. Ну, обязательно подпишитесь на канал Монетамания. Ссылочка будет в описании. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшое включение с пляжа Аркадия. Как там красиво! Продолжение следует... Спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. И до новых встреч в эфире. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok